дорогая мариша ты пишешь что господь опять посетил тебя болезнью ты упала и расшибла себе бог ты сама и осознаешь что это тебе попущение за грехи твои перед этим ты сильно поругалась с катей воистину за твою гневливость не сдержанность и прочее господь старается смирить тебя должна и ты бороться с собой уготовишься и не смутишься так надо всегда быть готовым на то что какая-либо страсть может проявиться и знать что предпринять чтобы не быть одоленно ею а если уж поддались то надо смиряться не оправдывать себя а во всем себя винить и укорять и просить прощения у бога и у людей уготовляться ты знаешь как а мало применяешь на деле привет и благословение божие всем дорогие мариша и катя мир вам и спасение от господа получил от вас письмо господь посетил вас болезнью конечно потому что она была необходима для вашего спасения многими скорбей подобает вне ти в царствие божие таков закон духовный апостолы мученики преподобные все святые вошли в славу через многие великие скорби его же любит господь наказует бьет же всякого сына его же приемлет очевидно что нет иного пути в царствие божие как путь узкий крестный поэтому и вы должны не унывать при болезни и слабости а паче радоваться духом утешаясь мысленно что господь стал к вам ближе теперь а в будущем и совсем сделает своими детьми если до конца останетесь ему верными и без ропота понесете все скорбное что он найдет нужным послать вам претерпевый до конца то есть спасен будет надо чаще призывать имя божие ставить себя пред лице божие и просить терпения когда станет слишком тяжело как змеи ядовитой нужно остерегаться ропота неблагоразумный разбойник ропотом и бранью не только усилил свои муки но и погиб навеки а благоразумный сознанием что достойно по делам приемлет и страдание облегчил и царствие божие наследовал в утренней молитве преподобного макария великого говорится боже очи семя грешного яко не коллиже сотворить благое пред тобою если так чувствовали себя великие угодники божии то мы что должны чувствовать на что мы можем надеяться единственно только на милость божию забыв все свои добрые дела мы должны как мытарь взывать от всего сердца боже будь милости в нам грешным и если мытарь только за такую молитву был оправдан от всех грехов то ясно и мы должны веровать что господь и нас помилует если от всего сердца будем молиться и надеяться на милосердие божие никакая болезнь не помешает хоть несколько раз в сутки из глубины души обратиться с покаянием ко господу не было случая чтобы господь отказал когда-либо кающемуся в прощении только тогда господь не прощает нам когда мы сами не прощаем другим поэтому помиримся со всеми чтобы господь помирился с нами простим всем чтобы господь нас простил сейчас такая тяжелая погода что вам наверное особенно трудно мы все тоже кряхтим вечером ждем утра а утром когда можно спокойно лечь в постель да хранит вас господь да подаст вам терпение и молитву а через них радость духовную превозмогающую все болезни телесные и все скорби мира сего приходящего конец близ не очесом же пицитеся мужайтеся и докрепиться сердце ваше дорогая матушка валентина мир вам и спасение давно от вас не получал известий и не знаю как ваше здоровье знаю что болезни немощи одолевают вас что конец приближается и к вам как и ко мне я тоже стал чувствовать приближение конца все виды простудных заболеваний ревматизм поясница боли в костях шум в ушах и прочее все это раньше скрыто таившиеся стало открыто и довольно сильно проявляться особенно слабость и вялость в теле и в душе дают себя знать нет бодрости душевной стал сильно страдать и болезнями и скорбями других людей жить не никогда не хотелось и теперь не хочется только желание помочь нуждающимся еще поддерживает интерес к жизни сам же по себе я кажется в любую минуту рад был бы покинуть мир сей страшит конечно неподготовленность но это умеряется надеждой на милосердие божие хочется приехать к вам может быть после пасхи я сумею это сделать ездил на два дня в москву брат володя был при смерти но слава богу выкарабкался своими сожителями очень я доволен нет у них никаких претензий и фокусов как у многих других как ваше духовное состояние мирно ли живут мариша с катей когда они поймут что за чечевичную поклёпку продают свое достоинство черри божьих если не могут удержаться от ссор то хоть после бы искренне каялись и остерегались новых вспышек у готовится и не смутикся сколько раз было говорено что лучше испортить дело чем повредить душе своей весь мир не стоит души а тут за пустяк губим себя простите меня за долгое молчание господь да поможет всем вам прозумит наставит на путь правый и благословит благословением небесным помолитесь за всех нас